Всем привет! Меня зовут Борматов Дмитрий. Мы поговорим о довольно известном инструменте Postman, а именно о недавно появившемся функционале Flow и о том, как его фишки можно внедрить в свои существующие процессы. Я работаю в компании Autofiller на позиции Head of QA. Кому интересно, можете заглянуть на мою страничку LinkedIn. Там есть ссылки на мои другие выступления, статьи. Также занимаюсь и другим контрибутом в области QA в виде кода, менторства и так далее. В общем, мы поговорим в первую очередь о самих тестовых данных, то есть в чем заключается проблема их подготовки и как ее можно решить. Впоследствии, как эту проблему решает Postman Flow и где и кому она подойдет, кому, наверное, не очень. Для контекста я очень рекомендую перейти по ссылке и почитать немножко про функционал, на основе которого я буду рассказывать тему данного доклада. Но так в двух словах. Это некий REST API сервер, имитирующий работу платежной системы. Ключевые операции, которые там можно сделать, авторизоваться, создать парочку пользователей и, соответственно, транзакции между ними, что один отправил денежку другому. Окей. Сама подготовка данных, она не является какой-то проблемой. Она становится проблемой тогда, когда этот процесс перед тестом, он занимает какое-то длительное время и когда повторяется часто. Например, это у вас является частью ваших smoke-тестов, которые вы раните каждый день, несколько раз в день и так далее. То есть превращается в некую рутину, я бы так сказал. Могут замылиться глаза. В общем, не очень приятно. На примере вот этого самого сервера. Для того, чтобы нам создать транзакцию, нам прежде всего нужно выполнить некий подготовительный этап. То есть нам сперва нужно авторизоваться как админ, нам нужно создать парочку пользователей, между которыми будет транзакция. И только после этого уже у нас будет возможность осуществить транзакцию. То есть для того, чтобы выполнить какие-то сценарии, связанные уже с готовой транзакцией, нам нужно проделать там целый ряд каких-то запросов. Это как precondition. Бывают также и посткондишены. Ну то есть когда мы хотим за собой зачистить, например, какие-то данные. То есть мы потестили и потом хотим, чтобы ничего не осталось там в базе данных. Соответственно, мы также можем в виде запросов это все оформить. То есть ударить транзакцию там, ударить пользователей и так далее. Окей? Как с этим можно справиться, если как не ручками? Если вы довольно давний пользователь Postman, то, наверное, обращали внимание до этого на такую штуку, как Postman Apis. Он позволяет нам, скажем, из коллекции собрать какую-то пачку запросов, выстроить из них последовательность и запустить. С одной стороны звучит прикольно, с другой стороны не очень конфигурируемо. То есть нельзя выставить какие-то определенные связи между запросами. И ничего, кроме последовательности, тут, в общем-то, и не добавить. Поэтому, пожалуй, API мы, пожалуй, в сторонку отодвинем. Есть также конкурент Postman. Это тоже HTTP Client Insomnia. У него есть функционал по выстраиванию цепочек реквестов, чейны. Тут можно в самом запросе указать, что мы полагаемся на какой-то предыдущий запрос или даже несколько запросов. Таким образом, когда мы будем выполнять запрос на создание транзакции, например, он видит, что он полагается на данные каких-то предыдущих запросов и их выполнит в первую очередь, а только потом уже вот текущий запрос, то есть на транзакцию. Тоже звучит довольно прикольно, но тут есть две проблемы. Первая – это когда ваш сценарий будет довольно-таки длинный, будет проблематично держать все в голове, я имею в виду весь флоу, и передвигаться отдельно по каждому запросу. И вторая проблема – например, в сценарии на создание транзакции нужно иметь два отдельных запроса на создание пользователей. Пользователь один, пользователь два. Ну, отправитель-получатель. Если ссылаться только на один запрос, то он выполнит его только один раз, и получается и в отправитель, и в получателя добавят только один айдишник, то есть что как будто сам себе отправил денег. Поэтому Insomni – прикольный вариант, можно его тоже отложить. Тот вариант, которым я пользовался довольно-таки долгое время, это написание каких-то самопальных скриптов, то есть мы открываем свою любимую IDE, решку, выбираем свой любимый язык программирования и, в общем-то, опишем код. То есть при помощи кода мы описываем нужные нам сценарии, неважно, что это. Это может быть опишка, это могут быть какие-то UI-сценарии, да, там, Selenium и прочие какие-то штуки. Но тут, опять же, два момента. Первое – это для начала нужно знать какой-то язык программирования, более-менее уверенно себя в нем чувствовать. Второе – если у вас команда, надо как-то написать так, чтобы остальные тоже в этом коде разобрались. Если сценарии какие-то будут довольно-таки длинные, их неплохо было бы декомпозировать, договориться о том, как их декомпозировать, то есть разбивать на какие-то куски. В общем, визуально будет, наверное, не очень хорошо понятно, из какой последовательности состоит каждый сценарий. Но, в принципе, как вариант хороший в плане гибкости. То есть мы можем многое там что реализовать. Поэтому я бы по сложности все-таки бы забраковал этот вариант. И почему я считаю Postman Flow здесь идеально подойдет, давайте объясню. Я сейчас буду покадрово показывать весь Flow, но он очень большой. Если хочется его посмотреть детально, приблизить каждые кусочки, я очень рекомендую перейти по ссылке и на смартфоне, на планшете детально его рассмотреть, если хочется. Но в целом я сейчас покадрово, в общем, этот Flow воспроизведу. Основой Flow является блок запроса SendRequest. В этом блоке мы указываем какой-то запрос из коллекции. То есть просто открываем коллекцию наших готовых запросов Postman, выбираем нужный нам запрос. Можно выбрать Environment, под которым мы хотим запустить запрос. И если в этом запросе есть переменные, мы их список увидим вот здесь ниже, в этом блоке. Ну, то есть, как, например, в данном запросе тут есть переменные BaseURL для того, чтобы собирать URL для каждого environment и токен, соответственно, для авторизации. Но эти переменные уже забиты в environment, поэтому нам, в принципе, даже ничего делать не надо. То есть я указал environment.local, эти переменные туда автоматом потянутся. Если мы какие-то другие значения захотим использовать в Flow, мы это сможем сделать. Начало нашего сценария по созданию транзакции, он идет вот примерно таким образом. То есть мы начинаем с цикла, то есть нам нужно создать двух пользователей. То есть отправитель-получатель. То есть мы при помощи цикла можем это реализовать. Самый левый блок – числовой блок, в нем циферка 2. Блок repeat, который идет от циферка 2. То есть эта цифра 2 говорит сколько раз нам надо повторить этот цикл. Соответственно, от заголовка цикла мы идем к телу цикла. То есть идет связь к блоку sent request. Соответственно, внутри цикла мы будем отправлять запрос на создание пользователя. После того, как мы пользователя создали, нам, в принципе, не особо интересно знать все о пользователе. Нам достаточно лишь получить его айдишник, чтобы отправить деньги от одного пользователя к другому. Поэтому мы возьмем из тела ответа body ID, то есть айдишник возьмем пользователя, и сложим его в блок collect. То есть блок collect, он в себе аккумулирует данные, которые дает цикл, то есть в каждой итерации. То есть первого пользователя мы создали, взяли его айд, положили в коллект. Второго пользователя создали, взяли айд, положили в коллект. Соответственно, в коллекте у нас два пользователя, то есть это у нас массив из двух айдишников. Далее из коллекта мы уже бежим куда-то дальше, то есть в создание транзакции. То есть мы в этот запрос передаем как раз-таки вот эти айдишники, которые мы получили в цикле, то есть отправитель, получатель. Сумму, сколько мы хотим передать, мы можем прямо ручками указать в запросе. Окей. И айди, соответственно, мы потом айди транзакции мы возьмем уже из ответа. То есть выполнили запрос create transaction, вернулся ответ. Мы, опять же, этот ответ нам целиком не интересен. Мы берем оттуда только айдишник из его body и затем мы его логируем. На этом, в принципе, flow вот этот вот простенький заканчивается. То есть мы увидим в консоли Postman, на какие запросы были отправлены. И подробности этих запросов очень удобно при дебаггинге, чтобы понять, какой из запросов, например, валится. И там же видим айдишник, который мы впоследствии можем использовать в наших тестах. То есть, по сути, мы имеем какую-то большую желтую волшебную кнопку, которую мы нажали. У нас пробежали все эти действия. Мы имеем айдишник. Далее можем какие-то тесты с этой транзакцией выполнять. Целиком наш flow выглядит вот примерно так. Довольно небольшой, так как, ну, скажем, самый стандартный такой небольшой сценарий. Здесь идет все последовательно, поэтому, в принципе, более-менее должно быть понятно. Но не всегда все так радужно. Пример одного из моих рабочих вариантов. Огромная схема. Даже не пытайтесь что-то прочитать в таком масштабе. Здесь flow делится на несколько параллельных процессов. Конкретно здесь представлен функционал по удалению пользователя. Там есть целая куча интеграций с этим пользователем. Поэтому какие-то процессы не обязательно, в общем, идут последовательно. То есть он удаляется из всех систем, подсистем и так далее. Это, скажу из своего опыта, достаточно трудновато отлаживать. То есть если что-то вдруг поменяется в этом процессе, то есть где-то надо поменять местами блоки, где-то нужно добавить еще один блок. Это тяжело мейнтейнить. Я бы предложил на будущее, если будете составлять схемы, то такие штуки тоже декомпозировать. То есть их делить на несколько flow. Пускай это будут, например, три потока удаления. Можно сделать три отдельных flow на удаление. Из одних систем, из старых, из третьих. Нам просто в нашем случае хотелось иметь именно вот эту вот большую кнопочку, которую нажал, и сразу все хорошо, все выполнилось. Что могу выделить из плюсов? Однозначно это то, что вот сразу сейчас, то есть выйдя с этого доклада, можете открыть ноутбук и начать в постмане сразу же выстраивать эти flow. В общем-то вот, все вот так вот просто. Небольшая, скажем, low-code, некоторая автоматизация тут есть. Но, скажем, тут не нужно прям полноценно знать какой-то язык программирования, потому что здесь даже есть готовые сниппеты. То есть вы можете выбрать уже какие-то готовые вещи для сравнивания, вещи для условий и так далее. То есть вы просто выбираете из списка готовые условия и подставляете туда свою переменную. То есть я бы это сказал, такой low-code автоматизации. Это в случае, если вы хотите иметь какие-то прям сложные процессы. То есть если вы хотите прям условия выстраивать у себя flow, там если одно, делай это, если другое, делай второе и так далее. Как документация процессов довольно хорошая штука, потому что когда приходит, например, на своем опыте, скажу, приходит новый разработчик или приходит новый QA, им, например, не совсем понятно, как у нас на платформе создать пользователя, а потом его заонбордить, чтобы он стал активным пользователем. И при помощи flow можно увидеть, какие запросы надо выполнить, какие взаимосвязи между этими запросами, то есть какие данные, откуда нужно передавать. И в принципе вот. То есть да, как некая документация некоторых процессов. Ну и опять же, это средство автоматизации. То есть мы заавтоматизировали какой-то процесс, все, что нам нужно, это нажать на кнопочку, он выполнился. Бум, готово. Из минусов я в первую очередь хотел выделить бету, но за время, пока я готовил доклад, постман уже вышел из беты. Там был такой прям жирный минус, я бы так сказал, когда они переходили с одной версии блоков на другую, и вся предыдущая версия была частично деприкейт, частично вообще вырезана. И нам пришлось буквально с нуля переделывать несколько flow. Было, в общем, не очень приятно. Есть некие ограничения у инструмента, то есть бесплатно вы можете пользоваться, как, в принципе, по-моему, основным функционалом постмена до трех человек, то есть общие команды, в том числе и flow. И экспорта нет в flow, как коллекции, например. Поэтому как-то офлайн их шерить не получится, к сожалению. И я думаю, что вряд ли этот функционал в дальнейшем получится, потому что flow, они жестко привязаны к коллекциям. То есть это будет наверняка чисто облачное какое-то решение. То есть оно так в облаке будет доступно. Бывают определенные баги, но их не так много было. Был баг с масштабированием, когда только на пол экрана открывался flow. Его вроде как уже пофиксили. Был еще небольшой баг с раном больших flow, когда у меня был сценарий из 20 запросов. Я его зациклил, у меня порядка 100 запросов выполнилось. После этого flow отказался дальше работать. Ну, как бы показывает, что он работает, но запросы просто дальше не идут. То есть ничего не зависло. Помогало, по крайней мере, остановить, то есть выключить этот flow и запустить его заново. Больше не тестировал эту штуку, так как таких больших объемов пока запускать не приходилось. Ну и, дабы подытожить, можно точно сказать, что постманфлоу – это хорошая штука, которая поможет нам автоматизировать определенные процессы. Ну, то есть то, что связано у нас с API. То есть большую часть подготовки данных она может на себя взять для ручных тестов. Удобно для простых и средней сложности сценариев. То есть если что-то не слишком громоздкое описывать, чтобы это было легко дебажить, то есть легко отлаживать и дополнять, если что. Учитывая текущее ограничение, я бы сказал так. Если вы единственный QA в команде, либо у вас команда до трех человек из QA, то это прям идеальный инструмент. Берите и автоматизируйте, применяйте. Он прям очень поможет команде. Ограничение по возможности – ну, то есть это не настолько, скажем, крутой, обширный инструмент, как то, что вы смогли бы написать при помощи языка программирования. Но в целом большинство задач это покроет. Окей? И на этом у меня все. Я готов ответить на ваши вопросы. Задаем вопрос. Вы говорили, что лучше декомпозировать, получается, весь этот флоу, чтобы разделить на мелкие процессы. А возможно ли из одного флоу в другое передать результат? То есть, чтобы мелкими флоу построить один какой-то более общий процесс? Да, спасибо. Очень хороший вопрос. Я не пробовал передавать из одного флоу в другое данное, но я думаю, что это можно сделать при помощи окружения. То есть, мы, например, выполнили первый флоу, и, например, последний запрос, он обновляет переменное окружение при помощи скрипта в этом запросе. И следующий флоу, мы же их, получается, если что, будем запускать последовательно. Следующий флоу мы запускаем, он просто из окружения, соответственно, вот эти данные может забрать. Я думаю, что это реализуемо, да. Спасибо. Вопросы? Вопросы? У меня такой вопрос. Вот вы сказали, что один раз уже было такое, что часть уже написанных флоу у вас, грубо говоря, отвалилась из-за нового функционала. Не боитесь ли, что такое может снова произойти? Да, спасибо. Это тоже очень хороший вопрос. Учитывая то, что это произошло при бете, в принципе, это было ожидаемо, и сами постмены не предупреждали, что функционал несколько unstable на данный момент, поэтому используйте на свой страх и риск. После того, как они вышли из беты, в принципе, таких предупреждений больше нет. Я полагаю, что, в принципе, там должна быть некая обратная совместимость. Поэтому опасения, конечно, некоторые есть, но вроде как они заверяют, что все должно быть хорошо. И еще один вопрос о окружениях. Допустим, я сейчас, насколько вспоминаю, вот у нас организация, у нас есть такие моменты, когда, допустим, есть деф-окружение для какого-то части функционала, а для другого на стейдже. И то есть ты инициализируешь что-то на дефе, оно кладется в базу стейджа, и, соответственно, уже ты должен дергать ручки стейджа. И, соответственно, как во флоу может быть, ну, можно ли в этом флоу связать сначала взаимодействие с дефом, а потом со стейджом окружения? Да, спасибо, да, тоже очень хороший вопрос. Можно, можно, учитывая, я показывал там один из слайдов, как раз-таки как это можно реализовать. Давайте, это был первый блок, да. Мы можем выбрать окружение прямо, получается, в самом блоке, в котором мы хотим его запускать. Да, например, несколько блоков мы запускаем, мы запускаем на одном environment, потом в последовательности там другие блоки, они идут уже там в дефе, например, в стейджинге там и так далее. Почему бы нет? Понял, если можно, последний вопрос. Вот у нас в компании, допустим, принято, ну, так сложилось исторически, что мы пользуемся инсомнией. Честно, мне инсомния не очень нравится, но по ряду причин. И был ли у вас опыт такого, что вы с инсомнией там перевозили в Postman? Это скорее автопный вопрос, но вот вам последний. Спасибо. Да, спасибо. У меня был похожий опыт, так как, да, я тоже больше Postman-юзер, и инсомнией приходилось пользоваться по ходу просто работы на одном из проектов. Да, он нравился далеко не всем, но его просто продолжали использовать. Никакими просьбами, мольбами мы так и не могли перейти на Postman. Как один из плюсов, то есть если у вас, опять же, команда еще раз небольшая, да, и если вы можете чисто как QA-команда переехать, я бы предлагал убировать, например, переезд вот чисто для вас. А так вы могли бы, например, из инсомнии какие-то важные запросы экспортировать в Postman через Curel, по-моему, вот. То есть, допустим, свою коллекцию держать там в Postman-е, из нее выстраивать Flow, и там, допустим, в инсомнии у вас будет основная связь, то есть с разработчиками, что вы вместе шарите между собой. Спасибо, время вышло, спасибо за доклад большое. Вам спасибо. Всем пока-пока.